Здравствуйте, молодой человек. Говорят, ты писал письмо Деду Морозу? Писал. Писал? Так вот, Дедушка Мороз поручил нам исполнить твое желание. На Новый год Андрей загадал не полицейскую машинку, как многие его сверстники, а написал, что мечтает покататься на автомобиле с мигалками и почувствовать себя полицейским. Потому что в свои семь лет он уже знает эмоции и чувства гораздо дороже вещей. О мечте Андрея узнали сотрудники Петербургского ГИБДД благодаря благотворительной акции «Елка желаний». В этом году в ней участвуют 26 тысяч детей. Все они тяжело больны, а многим медицина уже не может помочь. Но порадовать на Новый год их точно можно и нужно. Два года назад эту акцию запустил Владимир Путин. Тогда еще была не елка, а стена желаний. И не игрушки, а письма. Волонтеры предложили главе государства выбрать одно. Но президент исполнил все детские мечты с этой стены. И не только в 2018-м. Эта добрая акция стала новогодней традицией. Ну а сегодня в роли исполнителей детских желаний члены кабинета министров. Все-таки власть как-никак исполнительная. Надя Столпник мечтает о синтезаторе. Из Тверской области 4 годика. Надя, я тоже мечтал о синтезаторе когда-то. Я с большим удовольствием сам тебе его выберу и подарю на Новый год. Самого доброго тебе и твоей семье. Еще одно желание на елке в правительстве от мальчика, который однажды по телевизору увидел столицу с высоты птичьего полета. Севолод Коксенов мечтает полетать над Москвой на вертолете. Сева, как только будет хорошая погода, сразу полетишь на вертолете. С Новым годом тебя, твоих родителей, чтобы все было хорошо. Будьте здоровы. Для исполнения некоторых детских желаний потребуется межведомственное сотрудничество. Мечтает побывать в роли полицейского. Значит, это Максим Беляков. Но я тогда поговорю с министром внутренних дел. Попрошу Максима Белякова дать возможность побывать в роли полицейского. Ханты-Массийский автономный округ 7 лет. Никита Букас мечтает побывать в роли машиниста метро. С удовольствием это сделаем. Поможем мальчику побывать в роли машиниста. А для тысячи детей мечты уже стали реальностью. Как, например, для 8-летнего Салима. Его желание исполнила Валентина Матвиенко прямо во время своей итоговой пресс-конференции. Салим из Татарстана, но сейчас он на лечении в Петербурге. Новый год встретит в больнице. И, конечно же, мечтает выздороветь и научиться играть в теннис. Поэтому Деда Мороза попросил ракетку. Есть какой-то звонок, нет? Вот, давай мама проверит, кто там пришел. Дед Мороз просил тебе вручить. Давай посмотрим, что там. Я думаю, что, конечно, он услышал твое пожелание. И под дверь принес тебе такой замечательный подарок. Сразу тебе скажу, как теннисистка, ракетка суперская. Вот то, что нужно. И еще и там теннисные мячи есть. И она такая легкая, как раз для тебя, для твоего возраста. Исполнилось желание и семилетнего Влада из Чуваши. Он давно хотел прокатиться на снегоходе. И вот он крепко держится за его роль. Мечту помогли реализовать сотрудники регионального отделения «Единой России». До Нового года ровно. И хочется верить, что за это время как можно больше детей смогут счастливо сказать «Моя мечта исполнилась». «Моя мечта исполнилась».